Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 июня, у нас идет дождь, и вот так как-то серая такая погода. И некоторые огородники, особенно начинающие, они думают, что дождь это вот все плохо, как работы все прекращаются, но я хочу сказать вам, что дождь имеет тоже свои плюсы и свои минусы, и мы должны взять на вооружение вот такую благодать, как влага, которая льется с небес. Я сейчас вам расскажу, как можно использовать в свою пользу дождливую погоду. Ну, использовать в свою пользу не очень хорошее выражение, конечно. Как, короче, преимущество вот этого дождя использовать в свою пользу. Но сначала я скажу вам, что весенний и осенний дождь, конечно, отличаются. Если дождь идет осенью, если зарядили дожди, то это, конечно, плохо. Там может быть и возникновение фитофторы, и вот эти все грибковые заболевания, и начнут плоды гнить. Но сейчас, когда у нас еще нет плодов, этот дождик больше даже нам дает какие-то преимущества, чем недостатки, ну, эти минусы. Самый главный плюс, конечно, дождливой погоды, это не надо поливать нам растения в открытом грунте. Вот у меня еще два дня назад стоял вопрос, думаю, поливать, не поливать. А так как я еще поливаю здесь все в ручном режиме, то есть в луночке, тут у меня еще ямочки, луночное все, со шлангом надо ходить. И дождь решил мою самую главную проблему. Мне не надо поливать вот этих 500 томатов, вот эту плантацию. Вторым плюсом я считаю, что после дождя очень прекрасно, самая лучшая прополка после дождя. Вот я вчера, когда у нас был град, а потом дождик, вечером сразу выскочила, и хотя бы немного, хоть один ряд вот так прорыхлила. После дождя сорняки сами по первому зову выскакивают из земли, потому что грунт влажный, он мягкий, податливый. Пожалуйста, прополоть, ну конечно не во время дождя, а когда дождик кончится, прополоть, быстренько прорыхлить, выдергать все эти сорняки. Вот у меня, видите, уже половина чистенькая. И это все после дождя дается очень легко, потому что из сухой земли тяжело. Потянешь травинку, она обрывается, корешок остается. Но все знаете про полку по сухой земле, очень сложно это сделать. Третий плюс, вот я уже говорила о нем, что после дождя, как и во время дождя, прекрасно делать вот такой благоприятный период корневые подкормки. Без какой-то подготовки грунта, потому что мы всегда говорим, что перед тем, как делать, начать корневую подкормку, нужно сначала все растения полить. Вот представьте, чтобы мне сделать подкормку корневую, почему я иногда не делаю? Это нужно вот столько лунок полить водой и потом только начать подкормку. Иногда об этом подумаешь и не хочется делать никакую подкормку. А после дождя, дождик все за нас уже сделал, он землю смочил, можно смело подкармливать растения без опасности, ну как, без угрозы сожжения. Вот некоторые ленятся промочить и потом говорят, ой, я сожгла, наверное, грунт не промочила. Вот после такого дождя, грунт мокрый, можно делать подкормку без подготовки, без полива и не бояться, что вы что-то сожжете. Это третий плюс. Ну четвертый плюс, конечно, вот такая погода, особенно весной, но я еще считаю это весну, потому что начало июня у нас, вот считай, что еще лета и не было, мы еще высаживаем. Вот такая погода, это прекрасная погода для высадки растений, для пересадки. Растения не сгорают, растения не получают солнечных ожогов, даже если они у вас ни разу не были на улице, если их высадите в такую дождливую погоду, они приживутся намного лучше, чем в жаркую, когда у нас 20-25. Конечно, вот у меня тоже не все досажено, и если вот меня касается, я лучше выйду с зонтиком, досажу вот эти последние, чем я буду ждать, когда наступит хорошая солнечная погода, и они потом у меня будут болеть, мучаться, обгорать. Ну конечно, вот сегодня были два периода, когда дождь прекращался, я просто жду вот эти перерывы в дожде, выхожу, подсаживаю, посадила 10 штук, начался дождь, ушла назад. И пятый плюс, который я сейчас вот пошла с зонтиком в теплицу, я использую, такая погода, это идеальное время для работы в теплице, потому что до этого, несколько дней, когда была погода ясная, вы знаете, что туда зайти невозможно, там же духовка, душегубка, и для пожилых людей это очень опасно, работать в жаркой теплице, там надо или вставать рано-рано в 6 утра, или поздно, у нас вот до 8, до 9 было там жарко. А сейчас я взяла зонтик, пошла в теплицу, я сейчас там все пропосынкую, подвяжу еще на раз, тихо, спокойно, без лишнего, без испарина, без пота, без полуобморочного состояния. И, конечно, дождь, вот в такой период, помните, я когда-то несколько дней назад выкладывала видео, что в это время я увеличиваю поливы в теплице, потому что у меня томаты в фазе активного цветения массового и завязывания плодов, и вот если вы высадили рано, и у вас томаты, например, в фазе цветения, завязывания плодов, то вот это количество влаги им не повредит, а только на пользу. У меня вот тоже, вот видите, вот такие маленькие томатики висят, и еще много-много кисточек других, которым эта вода просто необходима. Если бы я поливала вручную из шланга, я бы столько им не дала, я бы так полноценно не пролила весь этот грунт. А вот этот дождик мне прям в помощь, он меня освободил от многих моих вот этих трудоемких процедур и дал поработать в теплице. Ну, единственный минус, минусы, конечно, тоже есть даже у весенних дождиков, единственный минус, это что вот так вот все серенько, все как будто вечер, ни солнышко не видно, ничего, вроде как как-то невеселенько, но ничего, мы потерпим, все равно выйдет скоро солнце. Вот я вам рассказала, какие плюсы можно найти и в дождливой погоде, нужно их использовать в свою пользу, обязательно пользуйтесь этим, не ждите, когда у вас, например, будет жаркая погода, ясная, чтобы идти в теплицу, не ждите, когда будет ясная погода, чтобы делать подкормку, все это можно делать и во время дождика. Вот, дождевичок одел и вперед. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это плюсы дождливой погоды. В любой погоду можно найти работу в огороде, а иногда дождик даже помогает, все.